Дорогое собрание, дорогая молодежь, я хочу всех вас приветствовать пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы верим, что Он живой. Это наша победа. В этом заключено все наше богатство и сила Евангелия в воскресшем Господе Иисусе Христе. И кто по-настоящему верит в эти слова и живет ими, тот даже при смерти будет кричать, я победитель. Потому что смерть не имеет власти, она побеждена нашим Господом Иисусом Христом. Слава Господу! С большим удовольствием я встречаюсь с вами, дорогие земляки, молодежь Брещины, по-прежнему кузница кадров. И мы верим, что и эта конференция, она многим обогатит всех вас. Когда я расспросил немножко приехавшие о конференции, с таким удовлетворением, сказали, что даже не хватило на ночлег разместили, даже не хватило, семьи еще хотели взять, но людей не хватило разобрать. Это меня радует. И я вот для себя отметил, что у молодых людей совершенно другие подходы, как у старших людей. Мы старые люди все время, нам хочется ночевать дома, а у молодых оказывается наоборот. Вот, чтобы где-нибудь не дома. И я теперь понимаю, почему братья Бейни, когда организовывают республиканскую конференцию, то все время, давай два дня. Я думаю, зачем два дня? Думаю, регистрировать надо, на ночлег распределять надо, сколько волокиты, на один денек, да побыстрее. Оказывается, я старыми мерками мыслю. Пусть Бог благословит вас, дорогая молодежь, вы познакомились, где-то подружились. Я понимаю, что это тоже прекрасно. И, как уже было сказано, сегодня здесь собрана молодежь, правда, разных поколений. И я хотел бы спросить, кто я молодежь 70-х годов, 80-х годов прошлого столетия. Кто еще является молодежью 70-х годов в этом собрании? А ну-ка, помашите рукой. Слушайте, не так много, старожилы уже. Но все же есть. Наше поколение уже склоняется к вечеру. Но вам, дорогая молодежь, есть очень большая дорога продолжить наше дело, завершить. Мы тоже, когда подрастали, были молодыми людьми, старшее поколение говорило, говорили нам, что вам придется завершать эпопею евангелизации. Это служение евангелизации. Может быть, может быть, но если не так, мы верим, что евангелие будет продолжаться, проповедоваться и будет больше и больше охватывать людей. И борьба в этом мире будет против евангелия. Мир не любит Божьего Слова. И вы записали девизом этой конференции очень удивительные слова. Из 118-го псалма, 116-й псалом. Утверди или укрепи меня по слову твоему и буду жить. И возвратится надежда. Буду надеяться. Возродится что-то, когда человека укреплять по слову. Я когда-то, когда учился в семинарии, мне пришлось писать работу по 118-му псалму. Домашнюю работу. Вы знаете, что это самый большой псалом. 176 стихов. Я до сих пор помню. 176, 28 строф. И каждая строфа начинается с новой буквы еврейского алфавита. И я подумал, хорошо, 22 буквы, 176 стихов. И этот псалом все время говорит о важности Божьего Слова. Он называет Божье Слово уставы, заповеди, суды, повеления, откровения. В общем, очень много различных таких слов, эпитетов, которые, в принципе, об одном, но чуть с другой стороны характеризуют Слово. Но я долгое время не мог понять, почему он так закончил вот этот 118-й псалом. Мы верим, что это царь Давид написал этот псалом, где, говорит, я Слово Твое люблю. Даже говорит, ну, ну, слушай, ну, зри, как я Его люблю. Враги сидят, сговариваются против меня, а раб Твой углублен в Слово Твое. Я стал заповедью Твоей мудрее врагов моих. Я стал успешнее мудрецов. Заповедь Твоя обогатила меня. Я радуюсь Слову Твоему, как получивши великую прибыль. Я храню, я соблюдаю Твое Слово. Я прилипляюсь к Нему. Очень интересное Слово. Просто не могу без Него. И Он все время говорит, говорит, говорит о Слово. Утверди, укрепи, обогати еще больше. А заканчивает интересно. Я заблудился, как овца заблудшая. Взышчи раба Твоего, ибо заповеди Твои я храню. Слушай, ну, как так? Вот, дособлюдался, получается. Дохранился. Ну, можно так вот сказать. Люблю, и храню, и прошу. А тут, говорит, я заблудился. Как овца потерянная. Заблудиться, это не знать, как выйти на знакомое. Как выйти на дорогу, которая все. Вот человек не считается заблудившимся в городе, в лесу, если он знает, куда идти. Он не считается заблудившимся. Он, ему знакома дорога. Вправо, влево, знаю. Мы иногда в городе, я уже много лет живу, 20 лет в Минске. Иногда попаду в какой-то новый микрорайон. Я не скажу, что я заблудился, но иногда сложно выехать. А когда уже раз на проспектах, оказывается, знаю. Но я знаю, хоть в каком районе я нахожусь. И мы понимаем, братья и сестры, что в Слове Господнем очень интересно есть. Он настолько погрузился, настолько, что утонул в этой сладости. И уже понял, что не могу ни умом своим, ни решениями своими что-то сделать правильно без руководства Слова, без этого наставления. Руководи, выведи, выведи меня из этих обстоятельств, этого состояния. Ибо я продолжаю или Слово Твое храню, говорится в Писании. Пусть Бог благословит нас в том, чтобы мы настолько погрузились в океан, этот безбрежный океан Божьей мудрости, чистоты, Божьей любви, и прилепились, и утонули в Нем, чтобы находить наслаждение в этой глубочайшей, глубочайшей Божьей откровениях, которая является для нас путеводителями во всех ситуациях жизни. У короля проповедников Чарльза Сперджина как-то спросили, а что делать? Вот услышали, как он проповедует, и у него очень было, говорят, сильная речь. Он мог выражать мысли глубоко, правильно. Он проповедовал сильно, глубоко. У него были примеры наполнены. Его спросили, как этого достичь? Вот что? Конечно же, он отвечал, я как-то читал его заметки, он отвечал, конечно же, призвание главное. Но он сказал, надо Библию читать, читать, как кушать хлеб. Кушать, 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 пока весь не пропитаешься. И твой язык должен стать библейским. И все мысли твои должны стать библейскими. Разговорная речь должна стать библейской. И он так сказал, я, правда, этого не понимаю, что это значит. Он сказал, даже твоя кровь должна стать библейской. Она разносит по организму это слово. И когда ты этого достигнешь, из уст твоих потечет это слово. Потому что чем наполняешься, то из уст будет выходить. Это я говорю, дорогая молодежь, чтобы мы никогда не пренебрегали чтением Библии. Люди сегодня упускают сильнейшие возможности. У нас есть все условия исследовать Писание, все условия читать Библию, насыщаться, радоваться этому слову. И тем не менее люди увлекаются чем-то пустым. Как Еремия говорит, высекли себе водоемы пустые, которые не могут держать воды. И в чем же мудрость их? Они отвергли слово Божье. И мудрецы запутались в сеть. Они отвергли Божье слово. Когда начинался вот этот год, 17-й, мы писали в администрацию президента, в парламент и в другие инстанции, чтобы объявили этот год годом Библии. 500 лет Библия на белорусской мове – это великий подарок от Господа нашей нации. Он очень сильно любит наш народ. Бог немногим народам дал такую возможность 500 лет иметь Библию в те годы, 1517-й год. Год реформации, когда Слово Господне что-то возбудило в людях, и сделало реформу, изменения полные. Европа поменялась, весь мир стал меняться, потому что Библия могучей поступью стала идти по нашей земле, по Европейской, достигает Азии, конечно же, в Америке и в других местах. Но государство не захотело. Они объявили годом науки. Даже у нас при выезде из Минска стоит, висит плакат «Год науки». И год книгопечатания еще объявляют. Так, ну это ближе уже, потому что первая книга, все же Библия была напечатана на белорусской мове у нас. И я так вот подумал, и сегодня вот мир не хочет. Он думает, что вот все равно наука лучше спасет, чем Библия. Вот вы понимаете? Как-то, как уже сейчас всем ясно, что без Библии, без Божьего Слова, как Достоевский сказал, гибель нашему народу. Посмотрите на страну, посмотрите, везде надо Божье Слово. Они говорят наука. Я не хочу быть критиком тем более высоких структур. Они, как понимают, так действуют. Но я верю, что когда-то в нашей жизни, в нашей стране будет объявлен Годом Библии, и Библия будет возвышена, она будет почитаема, и люди будут стремиться, чтобы эта Библия проповедовалась и провозглашалась в школах, в институтах, в университетах и везде-везде. На работах были не перекуры, а пятиминутка Библии. Дай Бог дожить до этого времени и увидеть нацию возрожденной от Библии, которая меняет, имеет силу менять. Она будет менять, потому что единственной силой, которая способна изменить людей, это Библия, это Божье Слово. И оно является уверенное нам. Бог верил своему народу, нам, проповедникам Евангелия, вот это Слово проповедовать, провозглашать, чтобы истина Его была распространена до краев земли. Это наша с вами задача. Пока мы живы, пока есть, мы будем распространять Евангелие как истину, как могущественную силу изменения человеческого сердца. Никто не может поменять. Образованием мы благодарны людям, которые педагоги и как-то влияют на детей наших, внуков, на нас, изменяя. Но сущность человека меняет только Бог, меняет через Своё Слово. И потому наша конференция, она является опять возвратить людей, возвратить народ, возвратить молодежь к тому, чтобы мы любили Слово и проповедовали это Слово, провозглашали эту истину. Библия говорит, что Бог производит в нас и хотения, то есть желания, и действия по Своему благоволению. И, наверное, раз это Слово Божие, то это касается всех людей. Господь производит в нас желание, и это желание может быть читать Библию, конспектировать, можно его угасить. Кто-то сказал, между желанием и действием лежит наша воля. Бог побуждает, а я не хочу. Бог побуждает, а я хочу. Совсем другая реакция. И потому, когда Бог побуждает или производит у нас желание разумно подчиниться этому желанию, оно произведет очень сильные действия. И есть много людей, я вчера был в 25-летии церкви Бобруйска. И вы знаете, эта церковь сейчас около тысячи членов, детей очень много, хор такой, прекрасное собрание. И там были норвежцы, где-то в начале 70-х годов, одному какому-то брату Господь открыл, тогда еще вся страна была общая, Советский Союз, они считали это Россией, на карте город, и они даже ее с ошибкой написали, Бобруск, без и краткого. И он предложил в церкви молиться, какая-то деревенская церквушка в Норвегии, молиться. Вот такое действие. Они не знали, вот молились за Бобруск какой-то. Молились, молились, а потом один брат решил приехать, проведать, где же тут Бобруск? И приехал. Это были начало 90-х годов, уже 20 с лишним лет кто-то молился, потому что он повиновался желанию, хотенье Бог произвел, помолиться. Мы иногда эти хотенья угошаем, думаем, что это что-то такое не заслуживающее внимания. Он молился. И когда приехали, он еще жив, уже очень старенький тот человек, который получил, его вчера не было там, но когда эти братья и сестры свидетельствовали об этом, и был пастор, и еще старший пастор, который в то время был, говорит, мы молились и плакали. Их касалось, что они услышали голос Божий. Они повиновались этому произведенному Богом желанию или хотенью, и оно произвело действие. Есть прекрасная церковь, спасенные люди, таланты, там, наверное, как конкурс талантов. Знаете, Бобруйск, это столица кого-то. И вы знаете, там столько талантов, кажется, они все уехали. И поют, что они возьмут, играют, и стихотворения, и кружки поэтические, и кружки музыкальные, и что там только мы сидели, наслаждались собраниями три с половиной часа, а у них еще программа не кончается, и при том на высочайшем уровне организации и способностей Бог производит хотение и действие по своему благоволению. И потому, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, к вам сегодня это слово. И кому-то, когда оно заронится в сердце, оно будет производить действие. Может быть через какое-то определенное время, не сразу, слово Божье прорастает. И Библия говорит, не знаешь, как растет это семя. Человек не знает, как оно растет. Когда оно попало в почву человеческого сердца, и кажется, что нет ничего там, но оно растет. и бывает оно, как маленькое семя горчичное. Иисус Христос привел такую притчу, самое маленькое из семян. Его даже невооруженным глазом сложно увидеть. И попадает в почву, и вот это ничего не значущее. Апостол Павел говорит, мир в своей премудрости не познал Бога. И угодно было Богу юродством проповеди, то есть каким-то незначительным или каким-то безумием с точки зрения мира. Ну что там в этом Евангелии? Оно маленькое и маленькое, незначительное. И когда прорастает, становится деревом и укрывается под ним птицы небесные, я верю, что это народы, это нации, национальности, когда она прорастает. Я верю, что и наша нация должна укрыться в этом оазисе этого Божьего слова, как Царство небесное похоже, оно распространяется и распространяется усиленно. Но для этого, чтобы оно распространялось, нужны распространители. я хочу обратить ваше внимание из двух мест Писания, прочитаю 40-я глава Исаии, голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Это 6 стих 40-й главы. Что мне возвещай? «Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на нее дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает и цвет ее увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Аллилуйя! И еще одно местописание, тоже из пророка Исаии. Я прочитаю известную, несколько стихов, известную 6-ю главу. Они родственны тем, что услышал Божье слово. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, а чем смотреть будете и не увидите. ибо огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули, да не разумеет и не услышат ушами и не разумеет сердцем и не обращаться, чтобы я исцелил их. И я сказал, надолго ли, Господи? Дорогое собрание, для того, чтобы слово Господне стало победным в нашей жизни, его надо возвещать, услышать повеление. И сороковая глава Исаии, которую я вначале не читал, стихи говорят, утешайте, утешайте, утешайте народ мой. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте, что исполнилось время борьбы его, что уже удовлетворение прошло за неправды его, и от руки Господа он принял вдвое за все свои согрешения и грехи. И потому самая сильная весть, которая есть на земле, это весть утешения, весть благая. Вы знаете, друзья дорогие, что ни в чем так сегодня не нуждается окружающий мир, как в утешении. Люди имеют все абсолютно. Ну, конечно же, не все. Кто-то по образу греховности жизни тоже нищенствует, алкоголь забрал все и ленность, которая поработила человека, довела до нищеты, но все же люди, которые трудятся, работают, не ленятся, имеют какие-то условия жизни. Такое время Бог нам дал жить. Но как никогда на земле очень много подавленности, депрессии, очень много у людей что-то не хватает, они не могут наслаждаться жизнью, они не могут наслаждаться внуками своими, детьми своими. Какой-то страх берет, люди боятся войны, люди не хотят даже включать какие-то средства массовой информации, потому что везде одна беда. И еще хуже, говорят, будет. Это лучше смотреть не буду или слышать не буду, и людям надо слово утешения. Говорите к сердцу проповедники, говорите к сердцу народа Божьего, скажите, что время борьбы прошло, скажите, что борьба была там на Голгофе и произошла великая победа, и этой победой пользуемся мы. Скажите об этой победе, что она самая главная и важная победа, которую никто не превозможет никогда. Это победа Иисуса Христа. Утешайте людей, что грехи прощены, произведено удовлетворение за неправду, за согрешение людей, и Бог не гневается народ человеческий, потому что Его Сын заплатил Своей жизнью, оправдывая приходящих и верующих в Него. И вот это Бог призывает утешайте вот этими словами. И когда человек слышит этот голос, ему приходится и когда Исаия вот это видит, а потом говорит, я услышал голос, и голос говорит, возвещай, возвещай, это торжественно говори, это не просто там что-то там говори, но торжественно говори, возвещай. Я говорю, братья и сестры, не стесняйтесь провозглашать евангельскую весть, не стесняйтесь говорить торжественно, как представители небесного Отца, представители Бога, проповедники, молодежь, и все христиане являются представителями его великой семьи, Божьей Церкви, возвещайте. И дальше дает такое повеление, возвещайте, что люди как трава, а слава человеческая как цвет на траве, и дуновение пройдет, и слава облетела, и цвет упал, и ничего, ничего не остается, сменяется поколение на поколение, или поколением новым, сменяется, и вот такая жизнь. И я в своем возрасте, когда встречаюсь с людьми, с соседями, иногда какими-то, потому что у меня сейчас не так много встреч с неверующими людьми, и беседы, иногда одноклассников где-то встречу, и говорю, посмотри, как жизнь быстро прошла, такая тема захватывающая, такая тема захватывающая, они сразу же да, и не оглянуться не успел, уже внуки поженились, уже то, уже то, жизнь проходит, хороший вопрос задать дальше, а что дальше? Вы знаете, братья и сестры, что все люди предстанут когда-то перед Богом, и Бог задаст вопрос, для чего ты жил, для чего ты так тяжело работал, трудился, потому что так написано в последней главе послания к Коринфянам, или в предпоследней главе, значит, там сказано, и так, братья мои возлюбленные, возлюбленные, знайте, что труд ваш не тщетен пред Господом, не напрасен, все остальное напрасно, останется только то, что для Господа делал, ужас, сколько на заводах наточил всего, сколько работы, все это так, для того, чтобы зарплату потом получить, но то, что сделано для Господа, оно не напрасно, оно имеет вечные ценности, подумайте, что мы делаем для того, чтобы что-то осталось для вечности, и Божье повеление, которое Исаия вначале увидел, это 6 глава, и там написано, что он увидел в год смерти царя Озии в храме находился и увидел Господа, и рызы его наполняли весь храм. Я не встречал проповедника, который бы не проповедовал на эту тему, она вдохновляет, я уже листая пророка Исаии ее пропускаю, потому что если буду читать, то опять буду на нее проповедовать. Настолько неисчерпаема эта 6 глава Исаии. И он сказал, когда увидел Господа, сказал, горе мне, и обратил внимание, что я человек с нечистыми устами. Эта глава еще по-другому называется вторичное призвание Исаии на служение, потому что мы читаем с первой главы, уже он был призван, уже Бог его позвал, пророком поставил, он очень сильные слова начал говорить, во что возбить продолжающие упорства, от темени головы до подошвы ног, все в ранах, в язвах, несмягченные елеем, он увидел боль людей, греховность, идло поклонство, и говорит, все везде, в каком-то порабощении, люди не служат Богу, и потом, как разогнался, горе, 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 всем горе, это, когда в начале видишь Господа, и открываются очи, то видишь недостатки людей, и все начинающие пророки так, и проповедники начинающие, о, как дал-то дал, и знаете, когда изловчиться натренироваться, то очень хорошо, можно правильно, истина без любви ранит, и еще как ранит, истина распространяется любовью, и распространяется она в любви, и достигает цели в любви, мы знаем, что без любви нельзя достичь справедливости, нельзя порядка достичь, ни в каком обществе нельзя, закон ничего не доведет до совершенства, мы читаем эти слова даже в Библии, и Бог дал вот эти чувства любви, чтобы мы эту истину возвещали, и Исаия увидел это и сказал и мне горе, и я тоже, других там упрекал и сам не лучше, апостол Павел сказал, я хочу другим проповедовать и самому не оказаться недостойным, каким-то человеком, который как-то лишенный этого права, и дальше пророк Исаия услышал голос, когда этот Серафим или Херувим взял клещами жертвенника, там был жертвенник, где Бог там и жертвенник, где присутствие Божье обязательно упоминается о жертвеннике, и мы посредством жертвенника приближаемся к нему, и мы понимаем этот великий символизм страданий нашего Господа Иисуса Христа, который открывает нам вход в присутствие и в общение с великим праведным и святым Богом. И когда грех очищен, удален, он услышал голос, как будто ко всем он обращался. Мне думается, что не один Исаия был в храме. Наверное, в храм его даже одного вряд ли пустили бы, там священников было много, там, наверное, были люди, которые имели какой-то доступ, совершалось что-то, может быть, это что-то такое было важное, какое-то событие, где народ приносил Богу особое поклонение, но он услышал один, он услышал тот голос, кто пойдет для нас, кого мне послать? И он сказал эти слова, вот я, пошли меня. И Господь откликнулся на это такое, ну, и предложение, и ответ Исаии, и говорит, пойди к этому народу, и скажи, говори к нему, правда, этот народ, у него такое грубое сердце, что они не поймут тебя, у них глаза будут закрыты, они ничего не видят, уши у них будут закрыты, а ты говори им, они ничего слышать не будут, а сердце свое так окаменят, что не поймут, но ты говори к этому народу, и я раньше думал, что может быть здесь логика нарушена в Исаии, если бы мне такое слово, то я бы сказал бы, а зачем говорить глухим, слепым и окамененным сердцем, зачем им говорить бестолку, и я бы задал вопрос, зачем, зачем, а Исаия понимал силу Божьего слова, и он сказал надолго ли, он понимал, что в служении проповедника лошатое слово, тебе придется изнемочь, есть много профессий, которые на земле, но никогда, никогда так человек не устает, как отдавая себя, отдавая себя, ты дойдешь до точки, в которой когда-то ты будешь как будто сам не сам, это состояние, Бог Евангелие не предопределил проповедовать, как профессионал, отчитал, потому что начитался, потому что дипломов несколько, я говорю, Евангелие передается, Евангелие это часть человека, Евангелие это любовь свою к людям, намного легче, ты меня не трогай, я тебе все сказал, ты решай, намного легче, я тебе конспект свой дам, только меня не трогай, но посвящение времени, посвящение жизни, вот суть Евангелиста, вот суть проповедника, достигать этого каменного глухого слепого человека, надолго ли, опустеет города, все будет, Евангелие не принимается этим миром, люди против Евангелия, Иисус Христос когда молился в первосвященнической молитве, то сказал, я им передал твое слово, и мир их возненавидел, у кого есть это слово, как Сперджин сказал, кто наполнен этим словом, тот чужой для этого мира, но у него есть одно преимущество, он не может не отдавать, он не может его удерживать, он не может оставаться, потому что слово Господне не нам только принадлежит, Давид говорит, я не удерживал слово твоего, я старался возвышать всю истину, апостол Павел говорит, есть люди удерживают слово, и два значения я проследил в Библии, удерживать слово, иногда как вот мы откладываем деньги на потом, чтобы потом пригодились, и вот так надо удерживать, или сохранять это слово, вот так надо, но иногда люди удерживают неправильным методом, они его не пускают и не отдают, потому что это слово братья и сестры не только нам принадлежит, оно и плывущим с нами это слово принадлежит, и Бог хочет, чтобы мы его передавали, и если мы не передаем, мы не выполняем это великого Божьего поручения, о котором Исаия получил возвещай, неуде громко возвещай, торжественно говори о великих Божьих истинах, и еще в первом вот этом шестой главе он должен был говорить слепым, глухим и твердым сердцем людям, для того, чтобы показать, что слово Господне сильнее глухоты человеческой и уши когда-то открываются, оно сильнее слепоты духовной, миллионам людей оно открыло глаза, они сегодня видят, сколько каменных, окамененных сердец, они стали мягкими и приняли Божье слово, это многие из вас друзья, это ваши родители, которых Слово Господне изменило их жизнь, но благодаря тому, что кто-то оставался в строю и проповедовал Евангелие, вот представим себе такую картину, допустим, бабушка пришла в гости к внукам и подозвала внучку и говорит, вот тебе 10 рублей, в наше время 10 рублей уже что-то значит, или 10 долларов, или евро, вот тебе 10, купи что-нибудь внученька, вай, бабушка хорошая, слава Богу, слушай, внучка, иди сюда, вот тебе еще 10, дай братчику, хорошо? Хорошо, бабушка, вот тебе еще 10, иди, не спеши, и еще второй сестричке дай 10, хорошо, хорошо, но дети знают, что 30 лучше, как 10, даже дети это знают, через какое-то время бабушка подходит и говорит, внученька, а ты передала слово? Слушай, какие-то бабушки эти вопросы неудобные задают? Понимаете? Уже она не такая хорошая, как давала. Когда давала, была очень хорошая, а как сказала, передай, то уже не очень хорошая. А ты что, братика не видела? Не встречалась с сестричкой? Почему мы, верующие люди, именно думаем, что Евангелие только для моего рода? Почему мы думаем, что Евангелие только для моей семьи? Почему мы не думаем, что Евангелие для вот этой подруги, у которой папа алкоголик, у которой нечего одеть, у которой нечего, она не знает домой, как зайти вечером? Мама беспутная! Сколько сегодня таких людей? И к тебе сегодня слово передай это богатство этим людям, передай, они спасутся. У престола вы встретитесь, если на земле не встретитесь, будет кому подойти к вам и сказать, ты тот, кто мне сказал самое великое и ценное, что можно взять с этой жизни. Все! Абсолютно ничего не значит на земле. Есть важность Слова Господня. И, конечно же, я так думаю, друзья, что в наши дни при изобилии технических средств, при изобилии Библии, в электронных вариантах различные возможности есть, все еще есть проблема в наших сердцах, и мы недостаточно преподаем это Божье Слово. А почему нет активности? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Человек, у которого нет любви, ему ничего не хочется делать. Ничего не хочется. А человек, который любит, ему все время хочется. умножиться. И даже если у него ничего нет, и он устал, но любит, он будет что-то делать, потому что любовь это движущая сила жизни христианина. И сатана хочет забрать у нас любовь. Почему сегодня множество проблем в семьях? Одна из них, и может быть, не самая последняя, пассивность мужчины, безразличие, лучше пусть будет такой мужчина, какой-нибудь замухрышка, но деятельный. Намного лучше за него замуж сестры выходить, чем за красавца лодыря. Да, да, люди ищут такого, чтобы все, чтобы было, но если он недеятельный, пропадет семья. Если у него нету огня в груди, двигать свою семью, что-то будет тормозиться в жизни, что-то подобное, друзья, и в церкви. Если нет этого огня, духом пламените, написано, Господу служите, если угасает этот огонь в груди, если любовь, как написано Ефесианом, то есть, простите, откровение к Ефесской церкви, там сказано, ты для имени моего трудился и не изнемогал, имеешь терпение и много переносил, почему? Любовь была, а как любви не стало, оставил первую любовь, топчешься на месте и ничего не мило, даже на собрание не хочется ходить, а в собрании ничего не видишь иногда, потому что без любви абсолютно все, абсолютно все становится буднями и непривлекательным, любовь является совокупностью совершенства, она двигает, она наполняет сердца желаниями, желание это потребность, чтобы было то, чего пока нет, это желание, очень многого еще нет, но если у кого-то Духом Святым побуждено желание, оно будет, потому что Бог производит желание, и сердце, которое открыто для желаний, исходящих от Бога, побуждаемым Богом, произведутся действия по Божьему благоволению, и очень много людей познают Господа, познают Иисуса Христа, и будут спасены, передайте, передайте это богатство Евангелия, передайте, апостол Павел сказал, я должен, у него был долг, есть люди, которые получили спасение, а долга не почувствовали, очень много людей не отдают своего долга, кто-то говорит, что если сегодня одолжить сто долларов, это моя большая проблема, как их отдать, а если я одолжил тысячу долларов, то это его проблема, как ему у меня их забрать, и совершенно спокойно спят, это ты думай, раз ты одолжил, это дух этого времени, не отдавать долга, и много христиан тоже своего долга не отдают, совесть такая, у кого совестью все нормально отдает или не берет, которые, я имею ввиду материальных ценностей, но он отдает свой долг, апостол Павел говорит, я должен мудрецам, диплом у меня хороший, и я могу говорить на уровне ученых, и я почувствовал, если не я, то кто, я им скажу, я встречусь перед царями, у меня есть что сказать, Бог одарил меня какой-то способностью говорить к высокопоставленным людям, у меня с памятью все нормально, с логикой, я закон Божий хорошо изучал, я буду говорить, я должен мудрецам, но я и невеждам должен, этим несчастным рабам, которых вижу, проходя Ефес, работающих на этих верфях, тащащих эти суда, работающих в каменоломнях, я люблю этих людей, я должен им, если я не скажу, они погибнут, они уйдут навечно с этой земли, я им должен, я должен варварам, которые завоевали мою родную Палестину, иудею, те, которые своими сапогами и стоптали наши поля, которые установили свои римские чужие порядки, в моем сердце и для них хватает любви, я им должен сказать, я должен, это долг, и у людей, которых совесть нормальна, он говорит, во мне совесть свидетельствует от Духа Святого, я в этой совестью не могу быть равнодушным, я должен проповедовать Евангелие, братья, сестры, молодые люди, жизнь очень быстро пройдет, Бог устроит вашу жизнь, Бог благословит вас материально, работой, даст вам способности, посвятите свою жизнь для проповеди Евангелия, посвятите для служения Ему, нет высшей на земле цели и призвания, в этом великий смысл, и даже при многих страданиях, Павел сказал Тимофею, страдай и не бойся страдать с благовестием Христовым, но в этих страданиях больше счастья, чем в беспутной жизни греховных людей, больше радости мира и прекрасного удовлетворения и удовольствия от провозглашения Евангелия. Пусть Бог благословит нас. Давайте поднимемся, помолимся Господу.